Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Юлия Тадеуш. И сегодня мы продолжаем рассказывать о работах в саду с розами. Весенних. Поздние весенних даже скорее. Ну и сейчас активное очень время работы. Мы розы как бы... Что должны были мы сделать? Мы их обрезали весной ранней. Потом мы их подкормили азотными удобрениями. Сейчас уже идет как бы обработка от болезней и вредителей. Ну и идет подкормка. Подкормка органикой. Роза, дитя, навоза. Это такая как бы поговорка. Не зря с народом как бы сложенная. Потому что это действительно так. Роза очень любит органическое удобрение. Мы может быть не сильно сами любим. Потому что пахнут они прекрасно в кавычках. Ну что поделать. Любишь розу, люби и навоз. Какие удобрения, какие конкретно органические удобрения можно использовать? У меня чаще всего это куриный помет. Ну его, во-первых, я могу легко купить. Потому что у нас по дачному поселку провозят и продают его. Ну и как бы у него есть такой один плюс. В нем не живет ничего. То есть если конский навоз, он, конечно, прекрасен. И его можно использовать даже свежий. Но вместе с ним все-таки можно завести личинки садовых вредителей. Очень злостных причем. А куриный помет, он настолько ядреный, что в нем не живет никакая живность фактически. Я сегодня буду использовать куриный помет, который у меня уже полежал. Он уже полежал два года. То есть, в принципе, он уже не такой термоядерный. Но если вы используете свежий, то разводить его вам надо будет 1 к 20. То есть на 1 литр навоза вам надо будет 20 литров воды. Причем лучше всего развести его заранее. Вот у меня как бы я взяла уже из емкости, в которой навоз уже постоял. То есть я разводила. И сейчас как бы вот я продолжаю как бы развела еще дополнительно. То есть сначала я делаю такой концентрат, а теперь уже как бы развела окончательно. Но в целом моя пропорция вот эта 1 к 20 сохраняется. Хотя если навоз уже полежавший, то в принципе можно разводить с более сильной концентрацией. Что касается, если у вас есть коровий помет, то его разводят 1 к 10. Он считается менее щадящим. Ну и конский навоз, да, его в принципе вообще можно сыпать в сухом виде. И даже как бы не разбавлять его. Вот. Здесь у меня вот такая прекрасная жижа, которая, слава богу, уже не сильно пахнет. Перед тем, как полить, что я должна сделать? Во-первых, мы не забываем, что сейчас весной очень полезно всякое рыхление и прополка. Ну прополку я здесь уже делала. У меня вообще беда это сныть. Сныть у меня огромное количество. Я с ней борюсь, но на самом деле сныть меня побеждает. Что поделать? В принципе она не сильно мешает моим розам, но вид как бы от этого не очень приятный. Я делаю вокруг куста, то есть я дополнительно рыхлю. И делаю вот такую вот как бы канавку для того, чтобы наш навоз не растекался по всему цветнику. Вот заодно как бы выбираю остатки еще каких-то корешков. И начинаю поливать. Ну поскольку это достаточно густая смесь у меня, я ее немножечко перемешаю, чтобы равномернее распределилось. И вот такими пластиковым просто ведерком обычным литровым я начинаю выливать. И в среднем выливаю около трех ведерок под кустик. Так чтобы равномерненько он распределился. Вот. Если куст розы, все равно запах конечно есть. Если куст розы большой, то конечно нам понадобится больше. Я возьму около пяти, то есть половину ведра на большой куст плетистой розы. Вот в принципе вот так вот удобряются все розы. Все розы поливаются. Ну я еще раз повторю, что до этого после обрезки мы применили азотное удобрение. И кормили их около 30 грамм на каждый куст. А сейчас мы поливаем органическим удобрением. Вот эта подкормка в принципе сейчас начало сезона. И надо удобрять розы достаточно часто. Поэтому через две недели я еще раз пролью их навозом. Перед цветением нам нужно активно розы кормить для того, чтобы они хорошо стартанули. Я в принципе вообще люблю не только навоз использовать для роз. Но и люблю другие органические удобрения. Я например делаю настой из карпивы. То есть берется ведро, набивается полностью крапивой, заваривается водой, заливается водой холодной. Туда можно добавить стакан золы. И это все ставится тоже на неделю. И вот этот настой потом можно разводить 1 к 10. Брать вот из ведра. Единственное, что как бы если этот же настой можно применять для опрыскивания, разведя 1 к 20. Но для опрыскивания, и это кстати очень хорошая процедура, потому что и зола, и крапива, они кроме того, что удобряют розы, они еще и делают листовую пластинку жестче. А это как бы дает нам тот эффект, что как бы болезни как бы хуже проникают в наш листик. И поэтому розы как бы более устойчивы. Так вот, можно подкармливать по листу. Для этого разводить 1 к 20. Но обязательно перед тем, как залить в опрыскиватель, нужно процедить. Потому что очень сильно засоряется наш опрыскиватель вот этими частичками крапивы и частичками золы. Удобрениями органическими мы кормим до цветения. В Беларуси это время приходится на 15 июня, плюс-минус в зависимости от погодных условий. Во время цветения мы розы в принципе вообще не подкармливаем. Итого мы подкармливаем наши розы, делаем корневую подкормку, плюс во время обработок мы делаем вне корневую подкормку. Но на стадии цветения мы все эти подкормки завершаем. И наши розы должны счастливо процвести. Для чего это делается? Потому что подкормки ускоряют отцветание розы. Поэтому мы же хотим, чтобы они цвели, поэтому мы подкормки прекращаем. И следующая подкормка у нас начинается уже после того, как розы отцветут. Мы их обрезаем и дальше мы опять им даем азотные удобрения, для того, чтобы дать им силу для повторного цветения. В одном из выпусков, когда мы показывали открытие роз, мы показывали штамп, который вызвал вообще очень много волнений у вас. Сломанный штамп у основания. Вот это Мэри Роуз на штампе Остинка. И что я вам хочу сказать для всех, кто волновался. В принципе, вот это вот жизнелюбие роз вообще не перестает на самом деле меня лично удивлять. Оно иногда действует вопреки всему и нашему мнению. Потому что, несмотря на эту трещину, роза начала давать почки. Я очень долго ходила и думала, как бы удалить ее или нет. Но когда я увидела, что она начала активно расти, я поняла, что надо дать ей жизни. Я осторожно подняла. Я, конечно, не подвязала ее еще пока правильно вертикально. Боюсь трогать. Возможно, она в таком положении и останется у меня. Но вообще, вот это вот потрясающе. То есть она не просто как бы жила, она достаточно активно развивается. И я вижу здесь уже зачатки бутонов. То есть она еще будет, по крайней мере, стараться цвести. Я не уверена, что это чудо продлится еще очень долго. Потому что с такой трещиной ей будет осенью крайне сложно. Стоя она не перезимует. Ну, а как бы пригибать это будет очень-очень-очень сложно. Ну, вот такой вот подарок от розы. На этом на сегодня о розах все. Я желаю вам удачи, цветения вашему саду, красивых роз. И до встречи на канале Процветок.